продолжим работу с dhcp на этот раз мы будем рассматривать dhcp в 6 для dhcp для айпи версии 6 так давайте мы посмотрим что у нас будет ну да вот этот у нас версии 6 задача только для айпи версии 6 вот это вот наша схема сети ну мы расширили нашу схему сети здесь у нас осталось айпи версии 4 тут айпи версии 6 два варианта конфигурации значит вот у нас два писи мы си два боем по слэк плюс dhcp а pc 3 только по dhcp значит у нас мы можем айпишные адреса настраивать как вы знаете несколькими способами но самый простой это по слэку то есть автоматом настраивать адреса но по слэку мы только адреса и раздаем а потом у нас добавление к слэку dhcp без ослеживания состояния то есть он не держит информацию о хостах только раздает дополнительную информацию то что не не можешь слэк раздать но дополнительные опции дополнительные данные и мы можем полностью по dhcp версии 6 с учетом состояния раздавать ну вот смесь слэка с dhcp версии 6 это наверное наиболее простая гибкая если нам не нужно какие-то специальные вещи там статически выдавать адреса определенным хостом по mac адресу и так далее ну вот мы два случая слэк вы уже видели как работает мы значит первый случай сделаем слэк плюс dhcp а второй только dhcp версии 6 значит в качестве наше обеспечение мы будем использовать в качестве сервера в ios опять же маршрутизатор отдельный сервер не будем ставить это у нас на других занятиях работа с серверами и в качестве клиента кали линюкс будем использовать ну потому что вот этот наш vpc он виртуальный pc конфигурится только по слэку то есть слэк плюс dhcp не поддерживает и dhcp версии 6 тоже не поддерживает мы их показать не сможем значит мониторинг трафика естественно мы будем на всех этих интерфейсах делать но и порядок выполнения мы адресацию сделаем на всех интерфейсах значит что у нас а мы сделаем для dhcp 6 без отслеживания состояния собственно мы вот для слэка прогоним роутер адвертисмент объявления маршрутизатора их делаем и вот этот вот ложок сделаем это будет означать для клиентов то что всю остальную информацию можно будет получить с помощью других сервисов в данном случае dhcp значит мы сделаем шарит нетворк разделяем мою сеть по юзернейму об на это сделаем но конфигурить нам ее собственно не нужно в ней ничего не будет значит тут у нас при работе dhcp без отслеживания состояний он опции берет из пула самого разделяемой сети самой разделяемой сети а не из сабнета не из под сети поэтому мы сабнет ничем можем не давать не добавлять вот мы добавим вот эти значения мы проверим рабоспособность естественно маршрутизатор для dhcp с отслеживанием состояний мы только флажок кинем сюда будем сообщать что всю информацию дает некий сервис другой то есть если в том случае у нас адреса слэк раздавал дополнительные опции dhcp то тут все будет раздавать dhcp stateful будем называть по вашему имени да соответственно сабнет сделаем и все в сабнет загоним и вот собственно диапазон адресов которые будем раздавать мы можем уже лизы посуды и проверка работоспособности значит ну давайте мы порядок выполнения но давайте схему сделаем вначале значит гнс что у нас тут давайте загрузим наш проект dhcp вот у меня call linux уже тут установлен давайте удалим и поставим заново new template guest call linux значит почему call linux клей выбран без интерфейса значит он во первых на докере то есть ресурсов требует меньше не нужно выделение дополнительных ресурсов и не нужно отдельное ядро под нему то есть он будет крутиться на ядре самого гнс меньше ресурсов и кроме того во многих других образах опять же IP версии 6 заточено под флэг самое простое конфигурирование dhcp версии 6 просто не отлавливает поэтому мы просто выбрали этот образ install на виртуальную машину ну все установилось итак у нас что два свитча локаль линюкс назовем его sv02 sv03 f3 pc 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 3 это нам не нужно так у него 2 интерфейса нам только нулевой нужен на первый цепляем на второй цепляем давайте запустим наш маршотизатор значит, вот тут у нас приншот, чтобы вставлять отчет консольку мы уже его отконфигурили в начале работы значит, нам нужно установить адреса интерфейсов конфигура это интерфейс Ethernet S1 адрес 2001 4 ну и 2 2 значит mp mp мы можем не только с последним сравнить, но и вот другими состояниями тут у нас типа gita и соответственно вернуться к предыдущему состоянию любому можем значит, ну вот два адреса итак, интерфейсы run show interfaces ну вот наши интерфейсы в принципе все, что нужно мы настроили теперь давайте мы начнем настраивать нашу часть а именно без отслежания состояния маршрутизатора так ну давайте мы сейчас настроим маршрутизатор в начале мы роутер адвертисмент сделаем ну чтобы по слэку все конфигурилось а потом добавим дополнительную информацию это name-сервер и поиск по доменным именам поиск по доменным может быть несколько там естественно имен name-серверов тоже может быть несколько но обычно клиент больше двух не воспринимает значит у нас флаг мы выставляем asa.config.flag это означает что адреса раздается слэком а остальное информацию другие сервисы выдают в части DHCP ну вот наверное все давайте мы и сконфигурим итак вот у нас префикс префикс а4 так комит 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 и сейф и давайте run run configuration вот у нас роутер адверт в принципе сейчас у нас должен получать адрес наш хост вот давайте мы его запустим поставим сюда capture вот мы по ICMP вот вы видите у нас поиск ближайших соседей вот у нас сообщение о роутере вот сообщение о роутере вот префикс который у нас дается 2000 вот он который мы рассылаем и длина префикса 64 вот у нас получается 2064 ну и консоль откроем и в конфиг вот у нас вот она запись глобальная вот это линк адрес это глобальный адрес роутинг посмотрим по молчанию у нас роутинг идет по IP версии 4 а тут мы по IP версии 6 посмотрим роутинг вот он ну и пропингуем роутер пропингуется все а вот информации скажем о DNS у нас нету то мы должны от ra resolve conf видите пустой файл ничего нету в нем то есть DNS у нас нет никакой информации давайте мы тогда добавим информацию о DNS для для этого мы должны сделать тарап нетворк наш по по вашему имени и мы его назовем stateless то есть без сохранения состояния stateless stateless вот он есть добавилось да вот добавилась наша сеть и мы теперь к этой сети сервис dhcp v6 server shared name что мы должны добавить мы сабнет должны добавить это сабнет 0 4 но в сабнет мы ничего добавлять не будем мы просто привязали каждый shared network должен иметь хотя бы один сабнет мы его добавили но он пустой там ну можем скажем name server и domain search туда добавить но поскольку адреса не выдаются для этого сабнета то это не нужно так давайте теперь добавим common options set common options name server ну пусть будет этот же маршрут домен options domain search по вашему имени домен значит mp вот у нас добавилось вот эти опции добавились видите сабнет отдельно коммит сэйф то run run through configuration hcpv6 сервер лизис ну что никакого естественно никаких лизис нету то есть никакие некие адреса он не выделяет нам не нужно мы можем посмотреть аран шоу лук греб dhcp греб dhcp вот у нас информация по нашему стартующему сервера что у нас написано по ethernet 2 нет сабнета шестого по ethernet 0 нет сабнет шестого ну да правильно там у нас только сабнет на четвертую версию протокола ну а теперь у нас мы смотрим нам нужно проверить работоспособность вот тут вот нам road минус n для чего это без минус n он смотрит еще в dns но поскольку у нас dns не поднята то есть у нас не прописан resolve conf то естественно считать что dns нету никуда не смотрит ну давайте мы dhcp клиентам посмотрим посмотрим скачаем информацию ну и захват естественно смотрим так это у нас вот обработка поиски рассылок рассылок router advertisement это мы пинговали вот он пинг наш идет давайте dhcp клиент минус 6 значит протокол ip версии 6 минус с только информацию минус в наше наше о значит более вербус то есть более подробное сообщение и по ethernet 0 вот мы получили давайте посмотрим что мы получили а вот вот information request и значит что у нас тут клиент по link layer server и вот тут мы передали вот информацию по dns видите dns сервер и поиск по dns вот у нас лист entry значит в результате мы что мы сейчас посмотрим cut etc resolve вот у нас видите что resolve conf имеет и получил какие-то значения в части домен поиска точка в конце не забудьте это обязательно и name server ну в принципе все это работает а вот смотрите мы наш вот и над 6 посмотрим routing таблицу и вот она зависла а почему зависла она он у нас пытается запросы dns делает а мы dns сервер отнюдь не настраивали в результате все это долго висело и по таймауту отвалилось чтобы с самого начала не запрашивать dns и не ждать когда отвалится по таймауту мы минус n ставим ну вот собственно все то есть мы получили адресную информацию по слэку это очень удобно не нужно но слишком много адресов и раздавать их под dcp не так удобно но впрочем если вам нужно еще и ввести базу розданных dhcp адресов которые вы раздали то конечно dhcp тут более предпочтительна для раздачи адресов но вот слэк вполне достаточен ну вот таким вот образом наверное оптимально конфигурировать косты в небольших сетях то есть раздавать IP информацию посредством слэка а дополнительную информацию раздавать с помощью dhcp ну вот пожалуй и все вот мы м дыр дыр л м м м м дыр м м м Субтитры создавал DimaTorzok